Всех приветствую на канале взломостойких дверей и сейфов компании Monolith. Здесь мы общаемся о дверях, о сейфах, о защитной фурнитуре как нашего производства, так и производства других компаний. Сегодня у нас на обзоре очень интересный дверной блок, состоящий из двух полотен дверей, из двух рам дверей, из четырех петель, из семи антисрезов, из четырех замков, двух ручек, 24 точек крепления. Но если серьезно, это первый дверной блок, это модель Optima, она на нашем сайте обозначена как самая младшая модель. И второй дверной блок это Monolith Standard, это уже более серьезная дверь, которая идет уже за этой дверью. Эти обе двери объединены в единый дверной блок, что позволяет получить максимально возможный уровень защиты. Почему? Потому что первая дверь, она не дает возможности начать работать со второй дверью. То есть для того, чтобы в принципе получить доступ ко второй двери, нужно вскрыть первую дверь. Соответственно сработает система сигнализации, которая установлена на первом дверном блоке и уже время будет исчисляться буквально в минутах до приезда охраны. Два дверные блока это две полноценные рамы. Они совмещены 12 монтажными ушами, которые подходят друг другу и свариваются в момент монтажа, тем самым обтягивая дверной проем с обеих сторон. Теперь более подробно о первом дверном блоке. Это модель Optima. На нашем сайте эта модель обозначена, как скажем так, наша самая младшая модель. Но по защитным свойствам, по замкам это далеко не так. Замковая группа состоит из двух замков. Нижний замок это Матура. В данном экземпляре это Матура 85 серии. Замок цилиндрового типа с функцией блокировки при переломе цилиндра. Замочек защищен двухмиллиметровой каленой пластиной и в него установлен на период ремонта временный цилиндр. Верхний замочек это замочек Барьер Каре. Очень интересный замок по своим свойствам и свойствам секретности. Очень близок, скажем так, не считается невскрываемым, но очень близко к этому параметру за счет того, что имеет трубчатый ключ, очень неудобный для ввода инструмента. Замок по своему принципу очень близок к замку Герда к польского производства, но при этом имеет даже ряд улучшений, которые его, скажем так, от замка Герда выделяют в лучшую сторону. А именно, он имеет нулевые высоты, то есть именно даже минусовые, можно сказать, высоты нарезки ключа, чего нет у замка Герда. Далее, замок сразу же оснащен поворотником изнутри, то есть поворотным механизмом встроенным. А теперь именно по формату замка, в чем его преимущество. У замка ригеля, вылет ригелей там составляет порядка 25 мм, но при этом ригеля не заканчиваются у основания замка, а они полностью его пронизывают и уходят далеко вглубь двери. То есть на отжим такой замок очень сложен, то есть с точки зрения отжима двери, полотна двери, даже при том, что здесь всего-навсего два ригеля. Поэтому он и применен, именно в модели Optima данный замок применен как основной секретный. Еще хотел сказать о верхнем замке. Замок не имеет возможности перекодировки, то есть смены секретности. То есть этот замок уже имеет встроенную секретность и заменить на нем, скажем так, комплект ключей, либо поменять цилиндр не имеет возможности. Поэтому от данного замка ключи уже не отдаются на период ремонта ни строителям, никому. То есть таким замком для строителей служит именно нижний замок, а именно установленный в него временный цилиндр. Металлокаркас выполнен из 50-мм уголка. Здесь расположены ребра жесткости, 4 вертикальных ребра жесткости. Здесь зона замков дополнительно усилена металлом обычным. И кроме этого установлена каленая пластина 2-мм на нижний замок. Конструкция двери выполнена из 50-го уголка. Листы металла с обеих сторон по 1,5 мм. Полотно двери имеет ребра жесткости. В зоне замков имеют дополнительные усиления, которые не позволяют, скажем так, малыми силами разорвать с внешней, к примеру, стороны зону замков и получить к ним доступ. И кроме этого они обтягивают замки изнутри, чтобы в момент отжима замки не вырвались вовнутрь. В целом дверь также имеет высокую защиту относительно порядка 90% дверей. Эта дверь имеет очень высокий уровень защиты. Но, естественно, эта дверь выступает по свои защитным свойствам модели Monolith. Поэтому она является в нашем модельном ряде самая, скажем так, младшая. И, наконец, мы переходим ко второй двери. И вторая дверь, это у нас Monolith стандарт, только версии внутреннего открывания. Так называемая дверь-перевертыш. Это зона, скажем так, агрессии у этой двери, зона защиты. Потенциальная агрессия, она выведена как бы на внутреннюю часть двери. То есть дверь открывается вовнутрь. Там защиты, такие как каленые пластины, броненакладки, они там не нужны. Там находится, скажем так, квартира в данном случае. А вот с внутренней стороны двери все, то есть все каленые пластины, броненакладки, перезапорная система, все переведено именно на вот эту сторону. Эта версия перевертыш отличается тем, что у нее установлен вот этот противовзломный притвор. То есть благодаря тому, что когда дверь закрывается, если бы его не было, то были бы видны точки запирания ригеля, тяги вверх-вниз, антисрезы. Все эти элементы, они были бы видны. Поэтому обязательным таким элементом защиты в двери внутреннего открывания является обратный притвор. Два этих дверных блока, они в конечном итоге образуют ровные откосы. То есть когда они будут уже установлены, сварены, потом это проведутся штукатурные работы. Именно монтажные уши двери перевертыша, они углублены как бы вовнутрь для того, чтобы на них попал максимальный слой штукатурки. При взломе, допустим, когда уже доберутся до этой двери, чтобы монтажные точки крепления, они были скрыты и удалены на недостижимое как бы расстояние, для того, чтобы нельзя было их быстро срезать, там не дай бог там выкрутить какие-то анкера. Здесь такого как бы, ну, это невозможно будет сделать. Замковая группа в данном экземпляре стандартная, как для Monolith стандарт. Это нижний замок Chizzer Evolution Pro, это редукторный замок системой блокировки. Верхний замок это Gradiant 4001. Оба замка защищены калеными пластинами. Замки имеют взаимодействие, то есть один замок перекрывает ключевое отверстие второго. Естественно, идет система тяг, вверх и вниз, как на любой взломостойкой двери должна присутствовать такая система. И естественно, все выполнено в нашем фирменном стиле. Это качественно, надежно, аккуратно. То есть, как и любое наше изделие. Если нужно, требуется получить максимум защиты на одном дверном проеме, то там должно быть установлено две двери. Именно две двери, которые не создадут неудобства в плане отказа устойчивости. Они должны быть надежными обязательно. Они должны выполнять функции герметичности, звукоизоляции. Но с точки зрения защиты от взлома, от подбора отмычками, это реально максимум. Поэтому, если вам будут нужны такие решения, обращайтесь. Мы с удовольствием вам их изготовим, доставим и смонтируем у вас на объекте. Продолжение следует...